Музыка Все вы, наверное, знаете, что не так давно весь мир внимательно следил за одним важным событием, которое происходило в Чили. События действительно из ряда вон выходящие. Ну, представьте, около двух месяцев на глубине 700 метров в заваленной шахте находились 33 человека. И вот, слава Богу, по-моему, 13 октября, благодаря работе спасателей, благодаря многим людям, эти 33 человека были благополучно извлечены из этой заваленной шахты и подняты на поверхность. Даже я читал с ними интервью, многие шахтеры говорят, что с этого дня, 13 октября, будет для них вторым днем рождения. Когда капсула поднимала этих мужчин на поверхность, то люди расценивали это как настоящее чудо. И это действительно было чудом. Другими словами никак это нельзя назвать, потому что в истории еще не было ничего подобного, чтобы люди после аварии в шахте так долго находились под землей. Поэтому неудивительно, что сам президент Чили приехал на встречу с этими мужчинами. Каждого из них он обнимал и приветствовал такими словами. Он говорил, добро пожаловать в жизни. А потом, оказывается, в официальной речи этот президент сказал, что прежде всего он хотел бы поблагодарить Бога, потому что без него спасение этих людей было бы невозможным. Уже потом я узнал, что, оказывается, международный евангелист Луис Палао и один из спасенных шахтеров, которого звали Энрикес, и который, можно сказать, был духовным наставником вот все это время, наставником этой группы мужчин там в шахте, был пастором этой группы мужчин. Вот эти люди провели в Сантьяго огромный фестиваль, который за неделю посетило около 145 тысяч человек. И Луис Палао проповедовал о надежде на Бога. Он надел на себя вот ту самую шахтерскую рубашку, в которой находились в шахте эти мужчины, и говорил о том, что в Боге есть надежда. А Энрикес свидетельствовал о том, что за то время, когда они находились там, 22 человека из них отдали свою жизнь Иисусу Христу. У одного из шахтеров, когда он находился в шахте, за это время родилась дочь, и он передал жене сообщение, весточку, чтобы она назвала дочь Эсперанзой, что значит надежда. Знаете, даже сам вот этот лагерь, из которого осуществлялась регулярно помощь этим людям, и из которого велось вещание, тоже был назван лагерем надежды. Я думаю, вы догадываетесь, о чем сегодня будет проповедь, о чем сегодня я хотел бы с вами поговорить, о надежде. Я не знаю, в какой ситуации сегодня ты находишься. Может быть, тоже под завалами, но под завалами проблем, неудач, болезней, невзгод. И ты уже долгое время ищешь выхода. Ты отчаянно нуждаешься в глотке свежего воздуха. Я не знаю, может быть, есть действительно в твоей жизни такая ситуация. Тебе нужна надежда. Может быть, у тебя все в порядке. Может быть, ты на поверхности. Может быть, ты во свете. Ты радуешься каждому новому дню. Слава Господу! Но, может быть, есть какие-то проблемы в жизни твоих родных и близких. Может быть, членов семьи. И в данном случае они нуждаются в помощи. Они нуждаются в надежде. Наверное, даже не только они. Но вы вместе нуждаетесь. И тебе нужна надежда на их спасение. И им нужна эта надежда на спасение. Я не знаю, в какой ситуации ты находишься. Но я хочу прежде всего сказать тебе. Добро пожаловать в лагерь надежды. Я хочу сказать тебе. Ты находишься в правильном месте. Ты находишься в лагере надежды. Потому что Царство Божье – это Царство надежды. Церковь – это место спасения. Это место, где Иисус протягивает нам свои руки и вытаскивает нас из этой пропасти греха, дает нам свободу, вытаскивает нас, снимает с нас эти грязные, запачканные грехом одежды и дает нам новые одежды праведности. Он освобождает нас. И когда Он спасает нас, Он дает нам силу, чтобы мы вместе с Ним потом участвовали в спасении других людей. Поэтому я верю, что сегодня, возможно, у кого-то также родится надежда. Может быть, кого-то сегодня мы так же, как этот президент, сможем обнять и сказать «Добро пожаловать в жизнь». Есть надежда на спасение. Есть выход для тебя. Что же такое надежда? Можно ли действительно надеяться на Бога и верить, что Он действительно может реально тебе помочь? Или, может быть, надежда – это, знаете, такое качество непонятное. Иногда говорят, что надежда – это иллюзия. Надежда – это средство самоуспокоения. Это как утешительная пилюля, которая нам необходима, чтобы верить во что-то лучшее. Или действительно христианская надежда – нечто большее. Вот об этом мы с вами поговорим сегодня. Знаете, когда я собирал материал для этой проповеди, то мне попались очень интересные исследования, о которых я хочу вам немного рассказать. Эти исследования из области медицины. В частности, из области изготовления лекарственных препаратов. Так вот, оказывается, в фармакологии существует такое интересное исследование, которое называется двойной слепой тест. То есть суть его в том, что врачу, который назначает больному лекарственные препараты, дают два лекарства. Одно – настоящее, а другое – имитирующее это лекарство. Ну, какой-нибудь безвредный порошок или какую-нибудь таблетку, которая похожа по форме на настоящее лекарство. Причем, когда дают врачу, врач сам не знает о том, какое лекарство настоящее, а какое – нет. И вот этот цель, вот этот тест, он проводится для одной цели. Чтобы определить, чтобы понять эффективность действия препарата. То есть в каком случае на больного действует сила самого лекарства или же все-таки сила надежды на это лекарство. И вот результаты этих исследований очень интересные. Знаете, выяснилось, что эффективность действия лекарственных препаратов во многом зависит от самих врачей. То есть исследование показало, что сам врач, сам того не подозревая, своим отношением, вообще всем своим видом уже вселяет в человека уверенность и надежду. То есть целительная сила, она как бы заключается в самой надежде человека. Когда человек надеется на выздоровление и доверяется в этом врачу, то надежда дает ему дополнительный ресурс, что ли, на выздоровление. Надежда дает ему дополнительный стимул, дополнительный толчок. И наоборот, отсутствие надежды разрушает здоровье. Все врачи единодушны в том, что если больной находится в состоянии депрессии, то он идет на поправку гораздо дольше, чем идут люди, которые надеются на свое выздоровление. Мне попались еще такие интересные факты. Например, однажды на Западе проводилось тоже одно интересное исследование, которое назвали «разбитое сердце». Это исследование было посвящено изучению смертности среди людей, потерявших мужа или жену. И вот выяснилось, что в течение нескольких месяцев после того, как человек потерял любимого мужа или жену, потерял близких, риск умереть возрастает, увеличивается в пять раз. У него чаще возникают какие-то психические расстройства, депрессия. Не справившись с горем, некоторые люди начинают употреблять алкоголь и попадают в алкогольную зависимость. И даже бывают такие случаи, когда человек умирает не столько от отчаяния и горя, сколько от проблем, связанных с алкоголем. Или бывают случаи самоубийства. То есть потеря надежды разрушает жизнь. Когда человек не может справиться вот с отчаянием и вот с этими расстройствами, то убитое сердцем горем разбивает остаток жизни. И вот эта потеря надежды приводит человека к опустошению и смерти. Знаете, сюда же можно привести примеры из жизни заключенных, политзаключенных, военнопленных. Например, Солженицем однажды в одной из своих книг сказал, растоптанному человеку остается лишь одно продолжать надеяться. После каждого разочарования нужно искать новый повод для надежды. Вообще известно, что если люди находятся в заключении или где-то в ссылке, в каторге, если они теряют надежду на освобождение, то они очень быстро сдаются и умирают. И наоборот, если у человека, если человек живет надеждой на встречу с близкими, если он живет надеждой на освобождение, то он сможет перенести любые тяготы, любые испытания. То есть надежда очень часто в жизни оказывается вот такой единственной ниточкой, за которую человек может ухватиться или единственным средством выживания, поэтому не зря в народе говорят надежда умирает последней. То есть вот все эти опыты, все эти исследования, они очень ясно говорят нам о том, что надежда человека, вера в лучшее, цель в жизни является самой лучшей целительной силой. И почему-то так часто мы об этом забываем. Поэтому я бы и хотел сегодня напомнить вам об этой важной истине, как важно не потерять в сердце вот этот огонек надежды. Знаете, в истории люди очень много спорили о надежде. Например, Ницше утверждал, что христианство превратило людей в трусов. Потому что если человек верит, что все в этой жизни происходит по воле Божьей, то этот человек перестает менять мир, то этот человек занимает такую пассивную жизненную позицию, он отказывается смотреть в правде в глаза, он не участвует в каком-то прогрессе, то есть надежда это иллюзия. Поэтому Ницше утверждал, что нужно надеяться не на Бога, а на себя. человек должен уповать на свои собственные силы, на свою собственную мудрость. То есть споров по этому поводу в истории тоже было очень и очень много. Что же такое надежда? Надежда это вера в то, что в будущем нас ожидает что-то хорошее. Так ведь? То есть надежда это когда я ожидаю, что желаемое мною обязательно осуществится, обязательно исполнится. Например, в словаре Даля есть такое определение слова надеяться. Надеяться означает верить, уповать, не сомневаться, ожидать с уверенностью, считать исполнение своего желания вероятным. Мне кажется, что современное понимание слова надежда стала утрачивать свой первоначальный смысл, потому что в нашем понимании этого слова уже есть какие-то присутствуют нотки сомнения. Но интересно, что в словаре Даля надеющийся человек, человек надежды, это человек, который побеждает сомнения. Никогда не сомневаться, ожидать с уверенностью, считать исполнение своего желания вероятным. то есть если человек переживает разочарование и отчаяние, надеющийся человек все равно встанет и будет надеяться на самое лучшее. То есть надежда это, знаете, как спасательный круг для нас. Когда мы чувствуем, что у нас заканчиваются силы, когда мы чувствуем, что начинаем идти ко дну, нас выручает надежда. Мы хватаемся за этот круг, который держит нас на плаву жизни. Надежда выручает нас даже в самых отчаянных обстоятельствах. Без надежды нашу жизнь вообще невозможно представить. Я не знаю человека, пусть он будет самым, не знаю, последним пессимистом, но даже в его сердце есть надежда. Потому что мы все рождаемся с надеждой в сердце. В 21-м псалме Давид говорит очень интересные слова. Он говорит, что Бог вложил в нас упование у грудей нашей матери. Ты вложил в меня упование у грудей матери моей, говорит Давид. То есть, когда мы рождаемся, то вместе с материнским молоком мы уже впитываем надежду. мы неосознанно, но мы чувствуем, мы надеемся, что нас не оставят. Мы надеемся, что о нас позаботятся, нас накормят, нас не бросят. И, конечно, очень печально, когда человек с детства бывает, терпит крах надежды, когда его оставляют родители, когда он остается брошенным. Даже в таких случаях, конечно, все это сказывается на человеке, но даже после этого человек все равно продолжает жить с надеждой в сердце. Иногда, знаете, она воспламеняется, иногда она угасает, иногда она активна, иногда нет. Но то, что огонь надежды горит в сердце каждого из нас, это 100%. О царе Соломоне есть такая легенда, что якобы однажды этот человек обратился к одному из мудрецов с просьбой. Он сказал, что он человек очень страстный и многое в жизни способно вывести его из себя. Он подвержен страстям и это очень ему мешает. И он спросил совета. И тогда мудрец протянул ему кольцо, на котором, на внешней стороне которого была надпись «Все проходит». «Все проходит». И он сказал, вот когда нахлынет на тебя сильный гнев, или ты будешь испытывать какие-то сильные эмоции, просто посмотри, постоянно носи это кольцо и просто посмотри на эту надпись. «Все проходит». Это поможет тебе. Ты быстро успокоишься. И якобы эта легенда гласит, что Соломон последовал совету этого мудреца и действительно обрел покой на какое-то время. Как только у него возникал гнев, ярость, нетерпение, он смотрел кольцо, напоминало ему. Все проходит. И он успокаивался. Но однажды он не мог справиться с очередной вспышкой гнева. Он взял это кольцо и готов был выбросить его. Даже кольцо не помогло ему. Хотел выбросить, и вдруг он увидел, что на внутренней стороне этого кольца есть еще одна надпись. И он взял и посмотрел внимательно, и там было написано «И это пройдет». все проходит и это пройдет. Он передумал, одел кольцо на палец и дальше успокоился. То есть все мы, друзья, живем вот с таким ощущением, что впереди нас ожидает что-то лучшее. Да, есть трудности, да, есть какие-то проблемы, но все это однажды пройдет. Все эти трудности временны, то есть нужно обязательно потерпеть и настанут лучшие времена. Я помню, что вот в моей жизни вот этот принцип очень часто мне помогал, особенно когда я еще был человеком неверующим и оказывался в каких-нибудь ситуациях безвыходных, то я знал, нужно немного потерпеть, все проходит, завтра настанет новый день, нужно подождать какое-то время и обязательно все изменится. И вот этот принцип он часто выручал меня. Знаете, вот когда размышляешь о надежде вот в этом что ли ключе, в этом русле, то понимаешь, что это действительно очень важная составляющая нашей жизни, потому что без надежды просто невозможно представить себе жизнь. И я, знаете, обеими руками за такую надежду, потому что когда я читаю подобные жизненные истории из биографии Солженицына или других людей, я понимаю, что эти люди благодаря вот этому упорству и надежде стали настоящими героями. То есть вот эта воля к жизни, вот этот настрой на победу, оптимизм какой-то, это очень важное качество, очень важная составляющая нашей души. И мы действительно должны надеяться до последнего. Как однажды говорят, когда Бетховену угрожала глухота, и он очень боялся потерять слух, он в надежде сказал такие слова. Он сказал, я не сдамся, я возьму жизнь за горло. И он действительно даже не согласился с этой болезнью. Он продолжал писать музыку. Или, например, вчера я прочитал один отрывок из биографии Черчилля. Это был очень знаменитый политик, и оказывается, этот человек тоже был подвержен постоянным депрессиям. И однажды жена дала ему совет заняться художеством, и это временами помогало ему преодолеть вот эти приступы отчаяния и депрессии. И этот человек действительно был очень мужественным и волевым. И однажды, когда группа студентов пригласила его в свой университет, который окончил он, чтобы он поделился своим опытом и как-то вдохновил их, сказал им напутственные слова, то собрался весь университет, приехал этот знаменитый политик, и говорят, что он вышел за кафедру, внимательно оглядел всех присутствующих и сказал «Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь». И после этого сел. Это была вся его речь. Я думаю, что после этого вот эти студенты, они навсегда запомнили этот урок. В каких бы обстоятельствах они ни оказывались, они, наверное, вспоминали эти слова, они просто врезались в их сердце, записались на их сердцах. Никогда нельзя сдаваться. И это здорово. Но, знаете, когда вот размышляешь об этом, то понимаешь, что вот эта надежда, которой обладает большинство из нас, эта надежда, она какая-то несовершенная. То есть в ней нет какого-то твердого основания. То есть надеяться, конечно, хорошо, но эта надежда временами меняет направление, что ли? Или эта надежда неуловима? Один человек, размышляя об этом, так и сказал. Он сказал, надежда это неуловимое качество духа. То есть такое чувство, что ты не знаешь, откуда возникает надежда и при каких условиях она рождается. Иногда ты полон сил и надеяться, а иногда нет. Вот говорят, что когда люди оказываются в каких-то сложных ситуациях, всегда эти люди делятся на две группы людей. Это оптимисты и пессимисты. Это надеющиеся и пораженцы. Да, я с этим согласен, но по своему личному опыту я могу еще сказать следующее, что зачастую эти люди бывают меняются местами. потому что сегодня ты может быть быть оптимистом, но завтра ты можешь в поражении где-нибудь лежать в отчаянии под можжевеловым кустом, потому что очень много значит сложность твоей проблемы, очень много зависит лично от тебя самого, даже от твоего настроения. То есть надежда в этом смысле она бывает какой-то неуловимой, трудно предсказать. Когда у тебя есть силы надеяться, а когда нет, надежда меняет направление. Надежда она, знаете, график надежды он то вверх, то вниз, постоянные скачки. И в этом плане она несовершенна, потому что мы несовершенны. Надежда это, знаете, как сломанная стрелка в компасе. Если у компаса стрелка не работает, если стрелка не может определить верного ориентира, то человек не может определиться с направлением, он может легко заблудиться. И вот то же самое, знаете, наша душа это как компас, а вот эта стрелка это как стрелка надежды. И когда мы смотрим сегодня на нашу реальность, на людей, которые нас окружают, то мы видим, что большинство, многие люди сегодня находятся в заблуждении. хотя многие люди вроде бы надеются, но эта надежда не дает им уверенности в будущем. Она не дает им уверенности в завтрашнем дне. То есть их надежда постоянно меняет направление. То вначале они возлагают надежду на что-то одно, это подводит их, и потом они возлагают надежду на что-то другое. То есть это не дает им ясности и стабильности. Вот в моем телефоне есть встроенный компас. И когда телефон этот включаешь и включаешь в частности компас, то в самом начале стрелка компаса никак не реагирует. И там появляется такая надпись «Опишите в воздухе телефоном восьмерку». Странный совет. Я однажды в присутствии друзей включил и совершил вот эти движения телефоном. На меня они так странно посмотрели, что это я делаю с телефоном. Но я прочитал им эту надпись. Вот совет. И действительно, когда совершил восьмерку, стрелка вдруг обнаружила, где север, а где юг, и показала точное направление. Так вот точно так же и с нашей надеждой. если ты хочешь, чтобы она указала тебе верное направление, нужно описать восьмерку. Восьмерка это символ вечности. Нужно свою надежду взять и перенацелить как бы земных каких-то вещей на вечные ценности. И когда ты начинаешь думать о вечности, помышлять о вечности, то тогда надежда сразу же показывает верное направление для твоей жизни. 70 Псалом, 5 стих. Здесь говорится, ибо ты надежда моя, Господи, Боже мой, упование от юности моей. Ты надежда моя, Господи, Боже мой. В 61 Псалме, в 6 стихе говорится, только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Псалом 145, 5 стих. Блажен кому помощник Бог, у кого надежда на Господа, Бога, Его. Есть еще массу мест в Ветхом, в Новом Завете, которые говорят о том, что Бог должен стать нашей надеждой. То есть эти слова тоже говорят о надежде, но смотрите, о другом качестве надежды, о другом направлении надежды. Эти слова по отношению к Богу означают, что на Бога стоит надеяться, буквально Богу стоит доверять. Надейся на Бога, потому что Он никогда не подведет. разочарованы и те, кто надеется на Него никогда не будут постыжены, никогда не будут разочарованы. Апостол Павел говорил, я знаю при уверенности и надежде моей, что я ни в чем не буду посрамлен. То есть Бог может исполнить надежды человека. И тот, кто надеется на Бога, у того есть прекрасное настоящее и у того есть замечательное будущее. В чем смысл надеяться, то есть верить, что Богу можно довериться. Он обязательно исполнит твои надежды. Ведь надеяться это то же самое, что ожидать. И вот когда я говорю, я надеюсь, я просто надеюсь на лучшее. Эта надежда какая-то неопределенная, очень туманная. Я надеюсь просто на то, что жизнь изменится. Я надеюсь на какого-то человека или на самого себя. Но ситуация может повернуться по-разному. И вдруг надежда, знаете, она как мираж в пустыне исчезает. Неопределенная надежда. Нет основания, нет корней у этой надежды. И только надежда на Бога дает полную защищенность и уверенность. А вот в христианских кругах есть очень известный христианский мыслитель, христианский богослов, которого зовут Юрген Мольтман. Этот человек известен тем, что в христианство вот в 20 веке он принес очень интересный взгляд на надежду. Он стал известен благодаря своему труду, который он назвал богословие надежды, теология надежды. И как он к этому труду пришел? Вначале он был неверующим человеком. Он был немцем и он участвовал в Великой Отечественной войне. И после войны много лет он провел в разных тюрьмах, в разных европейских странах. И он испытал на себе все такие суровые будни тюремной жизни. Голод, холод, болезни. На его глазах очень многие солдаты, которые потеряли надежду на лучшее, просто сдавались и умирали. И эта участь должна была постичь и его. И он рассказывает в своей биографии, что когда он отправлялся на войну, он взял с собой книгу Ницше, как истинный ревец, и стихи Гетте. И когда были вот эти сложные периоды в его судьбе, и он обращался к этим книгам, он говорит, что ни одна из этих книг не могла принести ему успокоение и дать надежды. И однажды, находясь в тюрьме, один из капелланов вручил ему новый завет. И в этом Новом Завете был напечатан Псалтирь. И когда он стал читать внимательно этот Псалтирь, он вдруг открыл для себя Бога, потому что он увидел, что Бог оказывается всегда рядом с теми, кто страдает. Бог может помочь человеку и дать ему чувство надежды на лучшее, и изменить эту ситуацию. В его сердце пробудился этот огонь надежды. он прошел весь этот период тюрем и ссылок. После того, как он получил свободу, он до этого еще увлекался наукой, он оставил науку и полностью стал заниматься теологией. И вот он стал известен как раз благодаря своей знаменитой работе «Богословие надежды». То есть смысл в том, что надежда, христианская надежда является основанием для изменений в настоящем. То есть христианское служение это не что иное, как попытка воплотить надежды человека в реальной жизни. Это не иллюзия, это не средство самоуспокоения. Надежда помогает тебе изменить настоящее. И вот так вот Новый Завет полностью поменял жизнь и мышление этого человека. Я хочу прочитать из книги притч. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники как лист будут зеленеть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». И вот знаменитое место из книги пророка Еремея, 17 глава, с 5 по 8 стих. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорую, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо Он будет как дерево, посаженное при потоках, вот, и пускающие корни свои у потока, не знает Он, когда приходит зной, лист Его зелен, и во время засухи Оно не боится и не перестает приносить плод». Я читал, как однажды Иоанн Златоуст, это был епископ в Константинополе, и он временами испытывал притеснения, гонения, особенно со стороны очень влиятельных людей, и однажды он задавался такими вопросами и размышлял, вот чего я боюсь в жизни, чего я боюсь, смерти я боюсь? Говорит, нет, потому что почему мне бояться смерти, если я, если Христос моя жизнь и я жизнь эту получу через смерть? Боятся ли мне изгнания в этой жизни? Ведь Библия говорит, Господня земля и все, что наполняет ее. Боюсь ли я бедности и нищеты? Тоже не могу сказать, потому что все мы приходим в этот мир ни с чем и мы уходим ни с чем. Поэтому он говорит, нищеты я не боюсь, богатства не ищу, от смерти не бегу. Надежда на Бога дает уверенность, дает покой, дает безопасность. Давайте теперь откроем еще пару мест. Это места уже из Нового Завета. Ефесянам 2 глава с 11 стиха. Апостол Павел открывает нам секрет, как нам обрести эту твердую надежду на Бога. И так помните, что вы некогда язычники по плоти, были без Христа, не имели надежды, были безбожники в мире, а теперь во Христе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Вначале он говорит, нужно познакомиться с Иисусом. Он говорит интересные слова, вы без Христа не имели надежды. Ну как мы не имели надежды? Мы можем ведь быть людьми неверующими, но мы не можем сказать, что у нас нет надежды. А Библия говорит, не имели надежды, потому что наша надежда была мнимой, неистиной, ложной. Но когда мы приходим ко Христу, Он дает нам новую надежду, и Он открывает нам дверь, в присутствии самого Бога. В послании к римлянам, 5 глава, с 1 по 5 стих, эти знаменитые слова, где Павел говорит, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего и Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Он говорит, «Через Иисуса мы получили доступ к Божьей благодати». Это слово «доступ» имеет два значения. Во-первых, здесь идет речь о людях, которых знакомят или которых представляют очень важным, влиятельным, знаменитым людям, которые могут этому человеку помочь. И вот тем самым то же самое сделал Иисус. Он как бы открыл нам дверь в присутствии самого Бога. Он познакомил нас с Богом и когда мы вошли в это присутствие Бога, в этот тронный зал, нас не встретило осуждение, нас не встретил суровый взгляд Бога, но доброта Божья, потому что мы получили доступ к благодати, доступ к благодати Божьей. И во-вторых, это слово означает «гавань». То есть это слово употребляли в греческом языке, когда судно причаливало к пирсу. И вот то же самое, когда мы были без надежды, мы находились в этом людском море, и мы могли потерпеть кораблекрушение, потому что у нас не было надежды на спасение. Но когда мы уверовали, то Христос подвел нас вот в этой тихой гавани. Мы получили доступ в присутствие царя, царей, и в гавань Божьей благодати. Это не зависело от наших усилий. Это произошло, потому что Бог сделал во Христе, и Он говорит, мы хвалимся надеждой славы Божьей. Он говорит, вы имеете такую надежду, которой вы можете хвалиться, радоваться, рассказывать другим, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Смотрите, удивительные слова. Мы хвалимся не только этим, но и скорбями. Скорбями смысл этого слова гнет, какое-то давление. Он говорит, что если человек знает Христа и уповает на Бога, то ему не страшны скорби. Да, верующий человек от этого не избавлен. Нас могут, мы можем встречать вот эти различные формы гнета, одиночество, гонения, какие-то притеснения, но мы все это можем перенести, зная, что от скорби происходит терпение. Терпение, это слово буквально означает высокопробный. То есть, так же, как металл очищают в огне от примеси, закаляют металл, так же он и говорит, надеющийся на Бога, преодолевая скорби, будет испытан, но его вера будет высокопробной. Дальше он говорит, от терпения опытность, приходит опыт определенный в нашу жизнь, но эти скорби и трудности нас не разочаровывают, не вгоняют в отчаяние, наоборот, закаляют нашу веру. От терпения опытность, а от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И вот Павел говорит эти важные слова, почему надежда не постыжает, потому что мы знаем Божью любовь. Бог настолько нас возлюбил, что отдал своего сына ради нас на крест за наши грехи. Если он сына своего не пощадил, как с ним не дарует и всего. И кроме того, мы не просто надеемся на эту любовь, эта любовь изливается в наши сердца Духом Святым, мы имеем внутри себя верное свидетельство, что Бог любит нас. Мы Его дети. Поэтому такая надежда не постыжает. Можно очень много говорить о надежде. Апостол Павел в том же послании к римлянам говорит, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему, то чего ему и надеется. Он говорит, мы не просто спасены сейчас, мы спасены в надежде, в нашем спасении есть что-то, на что мы можем надеяться. То есть надежда христианина, она устремлена в будущее, в вечную жизнь. Он говорит, если бы мы только в этой жизни надеялись на Христа, мы были несчастнее всех человеков. Но мы спасены в надежде. На что мы можем надеяться? Мы можем надеяться, что однажды наконец-то настанет день, когда мы избавимся от нашего греховного тела, которое подвержено соблазнам и искушениям. И Библия говорит, что однажды мы обретем новое тело, измененное. Мы надеемся на то, что однажды мы попадем в место, где не будет ни печали, ни слез, ни скорби, ни горя. Мы надеемся на воскресение, на то, что однажды мы встретимся с нашими друзьями, которые ушли на небо раньше нас. Христианская надежда на воскресение. В этом мире об этом, знаете, как-то неловко говорить. Обычно об этом говорят на похоронах и то, как-то испытывая неловкие чувства. Но этот мир, эта культура, которая пропитана материализмом, этого избегает, потому что для них надежда это уход от реальности, но для нас, верующих, нечто большее. У представителей одной из мировых религий траурная церемония проходит очень необычно. Друзья собираются вокруг гроба, нет ни прощальных речей, нет ни каких-то песнопений, все происходит в молчании. Когда все собрались, по команде всем на подносе раздаются леденцы мятные, и все берут в рот этот леденец и рассасывают этот леденец, вспоминая, какая сладкая была жизнь у этого человека. Но леденец рассасывается, и все. И философия, что жизнь закончилась, дальше пустота. Но наша надежда это нечто большее. Она не ограничена этими земными мерками, она устремлена в будущее, поэтому мы можем смотреть в будущее с надеждой. Мы можем радоваться этому, и как Библия говорит, утешайте друг друга этими словами. И в конце я бы хотел, чтобы мы открыли Евреям 6 глава с 9 по 20 стих. Смотрите, здесь апостол говорит нам, желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, не мог никем кляться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляю, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва водоустоверения оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшее взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. И один из ярких примеров для нас, примеров непоколебимой надежды, конечно же, это Авраам, который был бездетем и который однажды получил обетование о том, что у него родится наследник. Конечно, были периоды, когда они с Сарой сомневались и когда они попытались помочь Богу и у них родился Измаил, но это не была совершенная воля Божья. И Бог продолжал говорить ему доверься мне, я исполню свое обещание. И когда они уже перевалили за этот возраст, когда они уже по-человечески не могли иметь детей, Бог дал им это чудо. У них родился Исаак, поэтому Павел и говорит в послании к римлянам, он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет твое семя. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздал славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. И Бог исполнил это обещание в его жизни, он сверх надежды поверил с надеждой. Какой пример для подражания, когда все, силы закончились, выхода нет и по-человечески ты понимаешь, это невозможно. Вот сущность веры Авраама, я верю, Бог может сделать невозможное возможным, если он обещал. Есть еще много обетований, которые были даны этому патриарху, и одно из обетований, что его потомки будут благословенны. И для этого Бог заключил с ним клятву. Вы знаете, клятва, да, она заканчивает всякий человеческий спор. Когда человек клянется, это значит, что он обещал на сто процентов быть верным этому обещанию. Хотя Богу и не нужно давать клятвы, потому что достаточно его слова для того, чтобы поверить. И Авраам поверил в это, но для будущих поколений он заключил клятву. Он вступил с ним в завет. Бог сказал, мною клянусь, потомки твои будут благословенными. И автор говорит, это есть твердое утешение, чтобы мы могли взяться, схватиться за эту надежду. И вот жизнь Авраама для нас является этим примером. Если мы, его потомки, а апостол Павел, если он писал это послание, считается, что Павел написал это послание, и считается, что он здесь цитирует поговорку, которую использовали раввины, они часто говорили, что написано об Аврааме, написано также о его детях. Что относилось к Аврааму, относится и к тем, кто является его наследником. Мы с вами сегодня являемся его наследниками. Если мы возьмем вот этот урок из жизни Авраама поверить, если мы вспомним ту клятву, которой Бог клялся однажды этому человеку, что все надеющиеся на меня будут благословлены. Мы действительно можем быть благословенными. Ведь Авраам поверил Богу не на основании закона. Закона еще не было. У него была просто доверительная вера. И то же самое, что Бог хочет от нас, вот этой веры, доверительной веры. И тогда действительно нет ничего невозможного, что мог бы сделать Бог в нашей жизни. И вот Павел говорит, ваша надежда это Христос. Это ваш якорь. Когда в вашей жизни появляются штормы, бури, ураганы, вспомните, что у вас есть надежный якорь, который зацепился не где-то за морское дно, но он на небесах, куда притечию зашел Христос. Он вошел в небеса, во святое святых небес, воссел одесной Бога и теперь является для нас нашей надеждой. И ухватись за этот якорь. Во время шторм, ураганов, проблем, катаклизмов, помни, что вот это самый надежный якорь, который может сохранить тебя от кораблекрушения, от падения, от отчаяния, от разочарования в жизни. Христос наша надежда. Книга Иова, 14 глава, 7 по 10 стих. И мы знаем Иова, как человека, который пережил сильнейшее потрясение в своей жизни, сильнейшее страдание, и в конце концов, он не оставил свою надежду на Бога, он сказал, я знаю, искупитель мой жив, и Бог исполнил свои обетования, исцелил, дал ему детей. И вот Иов, человек надежды, говорит, для дерева есть надежда. Что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него будут выходить, выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замерз в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. Иов, говорит, для дерева есть надежда всегда, даже если его срубили, и остался пень. Даже если корень уже стал высыхать, как только корни почувствуют влагу, есть надежда. Появляются новые ветви, появляются листья, появляются плоды. И поэтому Слово Божье говорит, для каждого из нас во Христе есть надежда. Не знаю, может быть, ты сегодня пережил какие-то падения, какие-то проблемы, которые серьезно, были серьезным потрясением для тебя. Может быть, ты чувствуешь, что твой корень в Боге стал уже высыхать, и ты задаешься этими вопросами, а где же Бог, а как же Его верность, а как же все эти обетования об исцелении, обетования об уповании, о надежде. Пока я не вижу никакого расцвета, никакого выхода, дверь закрыта, но есть надежда. Просто я бы, я молюсь, чтобы сегодня на этом служении ты почувствовал вот эту влагу, влагу Слова Божьего. Знаете, есть мыс Доброй Надежды, самая южная точка Африканского континента, и оказывается, что до того, как его назвали мысом Доброй Надежды, он был назван мысом Бурь, потому что это было очень непростое место, и из-за сильных вод, вод и течений корабли не могли причалить к берегу, поэтому изначально его название было мыс Бурь, но потом его переименовали и назвали мысом Доброй Надежды. Я не знаю, может быть, твоя жизнь сейчас это как мыс Бурь, штормы, ураганы, потрясения, но будем молиться, чтобы с сегодняшнего дня твоя жизнь стала вот этим мысом Доброй Надежды, чтобы все свое упование, всю свою надежду ты возложил на Христа. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для вас способом. Способ первый. На сайте церкви New Life.ru в разделе «Поддержать нас» с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе «Поддержать нас». Способ третий. Через сервис Сбербанк Онлайн в разделе «Оплата услуг» набрать церковь «Новая жизнь» города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности. Большая просьба точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам, указанным на сайте церкви newlife.ru в разделе «Поддержать нас». Если у вас возникают вопросы о способах пожертвования, вы можете задать их по телефону 8-912-22-333-02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации.